МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам интересно ваше мнение, это правда. И также нам интересно мнение телезрителей. В связи с этим у нас проходит голосование именно по этой теме. Призываем принять участие в нем. Напомню, звучит оно именно так. Запрет сериала «Сваты» Госкино – это три варианта ответа. Подыгрывание Кремлю – это устранение конкурентов. Или третий вариант – правильное решение. Принимайте участие, совсем скоро мы подведем итог. Если коротко, то какой из этих вариантов вы бы выбрали? Я так склоняюсь к устранению конкурентов. А что, у нас такой прям рынок конкурентный украинский? Я не знаю, рынок или не рынок, но мне кажется, что это направлено конкретно на компанию, конкретно на этот сериал, потому что очень много вопросов возникает в связи с даже этим актером, которого только сейчас запретили въезд. До этого он как-то так активно ездил. Почему? Потому что в 2014 году абсолютно понятна была его омерзительная позиция по Крыму и по стране. Ну, он неоднократно пересекал Крыму. И он об этом неоднократно говорил, и пересекал он ее неоднократно. А это случилось сейчас. Дальше. Не только Добронравов и другие актеры, снимающиеся в различных сериалах, они идут по нашим каналам украинским. Точно так же, как и этот артист в других сериалах, снимающийся, они тоже идут в прокате по нашим сериалам. Я их лично сама видела случайно. Поэтому тут какая-то, мне кажется, другая подоплека. Что касаемо Добронравова, правильно, что запретили ему. Только надо было это сделать давно, до того, как вот эти серии были отсняты. И сейчас, как бы, ну, тут разбираться. Давайте попробуем разбираться, начать. Но будем это делать после сюжета, который посмотрим. Наши корреспонденты подготовили небольшой сюжет, связанный с этой темой. Давайте посмотрим и вернемся, пожалуйста. В Украине запретили сериал «Сваты». Это произошло после того, как российский актер Федор Добронравов был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Держкино скасовало государственную реестрацию и вызвало недействительные прокатные посвящения на все сезоны сериалу «Сваты». Еще до запрета по любившемуся миллионам сериала глава Госкомитета Украины по вопросам кино уверял, что запретами на въезд в Украину занимается СБУ. И подчеркивал, Госкино к этому не имеет никакого отношения. Решение спецслужбы вызвало незамедлительно жесткую реакцию у украинского шоумена и актера Владимира Зеленского. «Если сейчас задача службы безопасности Украины и всех наших комитетов, их очень много, этих комитетов, через все инстанции должны бумаги пройти, чтобы одобрать возможность у людей просмотра этого сериала. Если задача просто забрать этот сериал от людей, ну так вы тогда напрямую так и скажите, а не придумывайте различные там поводы». Впрочем, скандал с участием российского актера берет начало еще в 2014 году. Тогда Добронравов говорил о том, что считает присоединение Крыма к России вполне оправданным и логичным. «Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся, в лоно своей и в Россию. Поэтому, ну, хотел быть, я считаю, что артист не должен быть в политике, не должен быть. Жизнь артистическая намного длиннее, чем жизнь руководителей страны». В ответ на запрет СБУ въезда в Украину Добронравов заявил, что не посещал аннексированной Российской Федерации украинский полуостров Крым последние пять лет. А продюсер Владимир Зеленский записал свое второе видеообращение, где намного более жестко высказался в адрес тех, кто дал распоряжение запретить сериал. «Мы говорили всегда то, что думали, всем властимущим. Они приходят и уходят, а мы есть вместе с вами. Мы навсегда. Мы форевер». Всем спасибо. Всех люблю. А всем людям, которые нас с вами ссорят, которые разъединяют нашу страну, которые хотят нас делить по цвету, по языку и так далее, всем вам. Я не могу сказать от себя, я же человек вроде как из культуры, поэтому скажет один из образов знакомых всем, Вася Голобородько. А вы все остальные злодеи. Идите в топу. Ну, понятная реакция создателей. Я не совсем понимаю, что такое отзыв прокатного свидетельства. Вот как бы не в термине в этом. Что это означает конкретно на практике? Что это будет, значит? Давайте сначала попробуем разобраться причины. Действительно, получается так, что причины запретить этот сериал были и раньше, но возможность запрета придерживали. Как будто бы, знаете, придерживали возможность ударить. И именно сейчас это сделали, спустя какое-то время. Вы себе не можете объяснить причину именно сегодняшнего времени. Я вот склоняюсь к версии, что это направлено конкретно против компании 95-й квартала и конкретно против Зеленского. Ну, давайте тогда подумаем. Это все-таки бизнес большой. Знаете, ну, конкурентов может быть кто угодно. Я не могу вам сказать. Я не могу сказать, кстати, Сваты, ведь это одна... Я не являюсь, сразу скажу, поклонницей этого сериала. Ну, Сваты наиболее успешный проект. Собственно говоря, как почти все, что делает 95-й квартал. Он очень успешный, он собирает кассу. И его смотрят с удовольствием и в России тоже, я знаю. Более того, Наталья, вот я тоже сразу хочу оговориться. Я ни одной серии вообще не видела, честно признаюсь. Но из того, что я успела понять, ну, вот леет мотив, такая красная нить всего сериала, это то, что Украина – это Россия или там Россия и Украина должны объединиться. Ну, как-то так. И, ну, вот украинцы, да, в общем-то, речь же идет о украинцах, в Украине снимается и так далее. Они вот такие хуторяне в этом сериале там выпивают, нередко закусывают. И вот это все вот... Ну, там и россияне тоже выпивают, не меньше. И вот что еще интересно, ну, вот я прочла, возможно, если вы больше смотрели, поправьте меня. Вроде бы как события разворачиваются в Украине, а там автомобили с российскими номерами, и Крым там тоже. Не приглядывая, знаете, не могу сказать. Ну, какие-то такие вещи, согласитесь или нет? Если это так, то, наверное, он все-таки ориентирован и как на украинский рынок, так и на российский рынок, этот фильм. Я думаю, что он так и задумывался. А я, знаете, вот если едешь в автобусе, автолюксе, полудремлешь, включаешь и смотришь, то, что ты точно так глубоко не копаешь. Что там показан как-то украинец плохо, а россиянин хорошо. Давайте мы пообщаемся с Виталием Капрановым, издателем. Он у нас на телефонной связи. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Вот согласитесь все-таки с мнением о том, что сериал «Сваты» – это, ну, довольно такая мощная пропагандистская машина. Или его можно использовать как таковую? Ну, безумовно, если он популярный, то это потенциально мощная пропагандистская машина. Другая вопрос, если она используется или нет. Но любой популярный продукт можно использовать для пропаганды. Просто не вся пропаганда такая очевидная лобова. Бывает пропаганда сложнее, которая пропагает не только константы, кто у нас президент, или какой курс нам держать, но и ценности. Ценности святоглядь, например, уявы людей про себя. Дуже часто люди про свою нацию, про свои традиции, уявления берутся из массового продукта. Вот. Ну, и массовый продукт завжди дуже так примитивненько все это трактует. И ты бачишь твой портрет в популярном сериале, в популярном фильме, и думаешь, а, мы все такие. Вот, как герои этого фильма. Это наша характеристика, наше, соответственно, речище нашей поведенки. А вот какие они? Какими они показаны в сериале, на ваш взгляд? Ну, сериал достаточно примитивный, с стандартными уявлениями, уявлениями, которые нам навязывали в Российском Союзе, что хохлы такие безобидные, хитрые, чуть-чуть жадные, но, в принципе, неплохие, гостеприимные, но абсолютно дальше этих побутовых якостей у них ничего нет. То есть они такие, как насмешек. Вот. И не дарма в сериале про няню, помните таки, да, моя прекрасная няня? В оригинале он был американский, и там была чи мексиканка, чи кто-то из Латинской Америки. А когда его стали выдавать в Москве, то это няня выявилось из Мариуполя, то есть из Украины. Такий периферийный, примитивный, для домашнего вжитка, такий образ. И вот этот эквивалент культурный, он нам и навязывается подобными продуктами. Сватами, там, нянями. Но если няня, это продукт московский, то смотришь, это продукт, выработанный в Украине, с соответственными идеологиями. Вот. Тоже, вона працюет, как говорили. Вот вы говорите, нам навязывают образ. Нам ли внутри нашей же страны? Или все-таки рассчитано на импорт? Ну, на экспорт, скажем так. На экспорт, да. Тут даже рынковая политика, такая, как была раньше, мается на увазе, продаем большому брату, а в Украине уже, ну, пойдет так пойдет, это додатковые деньги. То есть Россия для этого фильма – это основный рынок, а Украина – додатковый. И это, до речи, характерно всегда для российской продукции, для российской книжки, для российских сериалов. Ну, все-таки, стоит ли ограничивать права украинцев, которым нравится по каким-то причинам этот сериал, его смотреть? Ну, что до прав. Тут, смотрите, какая история. Як бы не было войны, это можно было бы так поговорить на эту тему. Но, поскольку у нас война и оккупована часть территории, и оккупована Россией, то система координат трошка инша. Уже мы не можем так абстрактно, демократично все это разглядывать. И формальные вещи. Если продукт роблять або берут в нем участие люди, которые на стороне ворога, висловленными своими позициями, нашего ворога физически, находятся, мы не можем им позволять заработать на нас. Понимаете? Вони вороги, они поддерживают вороги, а мы несемо гроши им. Держава говорит, ну, народ, ну, давайте не будем бачлять подвертих ворогов. Тому з'являются чорні списки, тому з'являются люди, которые в этих чорных списках, и заборона, фактично, их наймати в Украину, им давать работу в Украине. Ну, что так, який будет результат забороны святей. Вот эти, это же, вы же понимаете, что это, грубо говоря, показовый рассыл, что таких актеров достаточно еще инших. А показово разобрался с одним, для того, чтобы иншим объяснить, что або ты працюешь актором и не висловлюешься про Украину погано, потому что твой фильм потом будет продаваться в Украине. А если ты уже витал, ты втрачаешь рынок, и на тебе экономические санкции трапляют. Вот те самые экономические санкции, которые Европа накладает на Россию, персональные. Так же и Украина. Это санкции. Это накладает санкции на актеров, которые не умеют тримать верно подданную свою российскую риторику в себе, которые не могут не лизнуть переможную стопу Путіна в экстатии. Значит, они тут остаются без работы. А есть потенциальные конкуренты у сериала? Кто-то, кто может занять эту нишу прямо очень скоро? Я думаю, что будут святы два без этого актора. А он будет ликтик встать, что он такой дурный говорит. Ну, это, как вы можете, прогноз. Потому что тут все чисто и в судах это не отспоришь. Он в черном списке, а продукты в черном списке, у нас не участник в черном списке, у нас законом заборона на показах. Тому, скорее всего, святы два. Ну, в принципе, в сериалах завжди сюжетный хит, что умер герой, завжди остается сценаристом. Тут он помрет для Украины, для продуктов украинских. Ну, и намагаться, конечно, как рекламный хит разыграть эту заборону. Это, я думаю, тут вытащить им безсовестность фильмов. Да, услышали вас. Спасибо большое за ваше мнение, за ваши комментарии. Виталий Капранов, писатель и издатель, был у нас на телефонной связи. В студии Наталья Эртнова хочу вам задать такой вопрос по поводу комментария на Виталия. Своего рода это может быть предупреждением? Вот, ребята, нельзя так делать. Либо это, наоборот, откроет ящик Мандоры, и сейчас всех нужно как следует проверить. Понятно, что Добронравов очень узнаваемый актер. А есть еще средние руки актеры, которые мало узнаваемые, но также позицию свою высказывают. Это огромный труд, нужно промониторить. Да, да. Но это огромный труд, который пугает избирательность этой ситуации, знаете. По какому принципу они кому-то запрещают, кому-то нет. Со сводами я думаю, что я слышала уже, прошла информация, что если они заменят актера, то можно снимать. Я думаю, что они не будут это делать. Отснятый материал смогут семонтировать. 95-й квартал уже заявил, что он устраняет этот процесс. И продадут, и я думаю, что они создадут новый продукт. Может быть, они ребята талантливые, но что у них все получится. Зрители, да. Смотрите, зрители я не устаю повторять о том, что у нас Украина страна с такими разными людьми. И, конечно, те люди, которые смотрят этот сериал, которые являются поклонниками, допустим, Светлана Лободы, Альян Лорак, они есть. Их очень много. Они как бы, да, они как бы пострадают. Понимаете? Но с другой стороны, наверное, может быть правильно, когда-то, наверное... Сваты выпущены, по-моему, даже вот в каких-то дисках они есть. И тот, кто захочет их смотреть, они, конечно, будут смотреть. Но те, кто будут создавать новый продукт, то, наверное, уже подумают лишний раз и актеров. И, конечно, я вот, кстати, тоже за то, чтобы снимали украинских актеров. Когда говорят, что мы же очень... Мы все привыкли к талантливым людям, российским актерам, мы выросли на них. Но украинские актеры тоже есть. И как мы о них узнаем, если их не будут снимать и показывать? Сейчас уже вот сериал по каналу «Украина» прошел спецы украинские с украинскими актерами. Я, кстати, его с удовольствием пару серий посмотрела. То есть нужен свой продукт. Давайте выделять деньги на свой продукт. Я все время говорю, запрещая, разрешайте, давайте, финансируйте. Одесская киностудия стоит, украинский театр стоит. Мы кричим, что там прокаты даем украинскому театру, туда приезжает Райкин и еще кто-то. А он даже и финансируется государством на нем все 100%. Как им выживать, если они не будут брать аренду? Да, да, это правда. А что ставить украинские спектакли? Кто-то вообще думает, актеры, у них 3000 гривен зарплата, а если они будут сниматься в кино, это все-таки другие деньги. Даже несмотря на то, что некоторые актеры театра не очень любят кино, я знаю, я слышал. Не очень любят, но они вынуждены сниматься, и для узнаваемости их это тоже очень хорошо. Я вообще считаю, что все наши актеры в наших театрах, кто работает, они все герои. Просто какие-то герои, потому что, ну, как выжить, как жить за эти деньги, я с трудом понимаю. Я бы поставила так вопрос, что делает Госкино, сейчас изменилась ситуация. Я как человек, который причастен к кинофестивалю, могу сказать, что когда первый год кинофестиваля, у нас не было украинской программы. То, что происходит сейчас, просто бум какой-то, снимают очень много короткометражек, появилось кино полный метр. То есть двигается, медленно, но есть. Я с вами абсолютно согласен. Нужно не только запрещать, но и способствовать. И сейчас это действительно происходит. Последний 16-й год и 17-й год пересмотрели отношения к украинскому кино и помогают. и приняли закон, и помогают, и есть финансирование уже, и все, все. Очень хотелось бы, чтобы поддержали и театр. Все, но в том числе украинские, если так уже бекутся о нравственном облике украинского театра. Я бы так сказала. Вот, понимаете, я вообще, как бы тут у меня двойственная ситуация. Я уже говорила вам, что я противник вот этих запретов, особенно избирательных запретов, с одной стороны. А с другой стороны, безусловно, идеология в этом сериале присутствует. Другое дело, что я, когда его смотрю, я на себя это не перенимаю. Знаете, я не комплексую. Это какой-то комплекс неполноценности выискивать. Ой, это похоже на нас, или это украинцы. Нет, подождите, мы уже говорили о том, что это не столько на нас и ориентировано. Я вообще не думаю, что Зеленский такую задачу перед собой ставил ориентированно показывать украинцев в таком свете. Вот мне что-то так кажется. Я не думаю, что это специальная какая-то им задача поставлена. Ну, то есть мы такие, да, вот, как в этом сериале. Я у вас спрашиваю, но я не видела из того, что я вижу, но я, наверное, Я видела. Часто с этим сталкиваешься. В Одессе, в Киеве, в Харькове. С быдлом, с хамством, с каким-то, с пьянством. Мы что, не сталкиваемся? Это, может быть, о чем-то говорим? Это же искусство. Это же сталкиваемся. Украинец, он другой и разнообразный. Он очень разный, очень разнообразный. Да, тут уже мы заходим в другие дебри, что выберет автор для того, чтобы продемонстрировать, каким он видит человека, чтобы посмеяться. Да, есть кино, смотрите, они же тоже есть разные. Есть кино, такое артхаузное кино, да, и есть кино, которое серьезно заставляет задуматься. Есть кино вот такого развлекательного плана, где не особенно кто-то задумывается о нравственном облике украинца. Наталья, мы работаем в прямом эфире, каждый телезритель может дозвониться в студию и либо прокомментировать тему, либо задать вопрос. Приветствуем вас. Добрый вечер. Как вас зовут и, пожалуйста, с чем вы? Добрый вечер. Я ваш постоянный зритель. Да, Татьяна, добрый вечер. Да, и хочу задать вопрос. Как вы считаете, вот сейчас, я смотрю Интер, для меня многие передачи интересные. Ну, не многие, но есть передачи, которые я постоянно смотрю. И сейчас я узнала, что Аня Лорак будет вести какую-то передачу. Но для меня физически Аня Лорак, не потому что там хорошие песни, плохие, это дело вкуса, но как предателя я ее не воспринимаю ни Лободу, ни эту нашу Софию Ротару. Для меня они враги. И абсолютные. И которые я перестану смотреть Интер и буду считать его вражеским каналом. Я не могу, мое существо протестует во время войны, во имя денег они едут. В России у меня есть родственники, но Россия воюет с нашей страной. И я не могу смотреть, когда они идут зарабатывать деньги. Потому что вы знаете, певцы, артисты, они представляют культуру, на них люди смотрят, люди переживают тех фильмов, в которых они участвуют, слушают те песни. Они представители, ну такие, знаете, это не просто человек поехал. И даже того человека, простого, который поехал, я тоже осуждаю. Закон должен быть для всех один. Ну или у нас гибридная культура, как гибридная война, или мы все-таки должны быть честны. Спасибо вам. Да, спасибо. Кстати, политика телеканала Интера, это у меня часто такие вопросы возникают. Вот уж кто-кто, то Интер точно это рупор пропаганды российской, потому что там не только она будет в проекте принимать участие как ведущая, ее концерт вот анонсируется большой по Интеру Ани Лорак, она прямо там звезда у них сейчас. И не только она. Поэтому как бы я в этом смысле согласна с человеком, который позвонил. Но смотрите, телеканалу Интер никаких ничего не запрещают. Но время покажет. Мне кажется, что это своего рода прощупывание почвы. Там реакция будет незамедлительная. У них много таких вещей. Я много концерта даже вот я смотрела Дню Победы они готовят. Сейчас будет Голубой Огонек. Там, во-первых, много очень российских всегда актеров они приглашают и певцов. И как раз вот у меня бы скорее возникли вопросы к телеканалу Интер, чем к телеканалу например 1 плюс 1. Но все мы знаем, кто стоит за телеканалом 1 плюс 1. Может быть, отчасти еще и в этом направлении можно посмотреть, почему именно сейчас такой удар обрушился на Зеленского и на Сваты. Тоже такое. Я не эксперт, но я хочу сказать, что запрещая, давайте будем давать возможность снимать, давайте будем финансировать наши украинские проекты и актеров украинских, и театральные проекты, театральные постановки. Потому что рынок, если есть дыра на рынке, то ее надо заполнять. Это, кстати, неплохо, наверное. И, наверное, мы в итоге создадим украинские продукты. Нет выбора и есть желание. Я полностью уверен в том, что все получится. Нужно... Вот мы, я как представитель джазового фестиваля, как продюсер, мы вообще российских музыкантов не зовем. Ну, вот так, чтобы не было... Я знаю, что многие выступали в Крыму, кто-то из них подписал письма, и речь о них вообще... А они все наши были с Юрием многолетние партнеры, друзья, это было больно и обидно. И вопрос о них, они обращаются к нам. Но у нас это было. Спасибо, Наталья. Наталья Яванова, генеральный продюсер фестиваля Одесса Джазфест, была у нас в гостях. К этому часу подводим итоги всего информационного дня и итоги голосования, в котором вы принимали участие. Вопрос был такой. Запрет сериала, сваты, госкино. Но это, по-вашему, подыгрывание Кремлю 39% из тех, кто принимали участие в голосовании, устранение конкурентов 56% и правильное решение всего 5% из тех, кто принимали участие в голосовании. Я вот большинстве не сказала, что вы угадали. На этом у нас все. Передаем финальное слово с выпуском новостей Али Есина. Увидимся уже завтра в 15.00, как обычно. Хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова